Доброе утро, уважаемые коллеги! Действительно, очень интересно обсудить перспективы, и я надеюсь, здесь прозвучат предложения по поводу того, куда именно двигаться. Но сначала нужно все-таки понять от того, от чего мы отталкиваемся сейчас, и перевести дискуссию в два формата, мне показалось. Первое – это подготовка точечных, может быть, предложений, простых для реализации к уже подготовленному Минфином и внесенному в правительство большому законопроекту, который условно называется оптимизационный, затрагивающий практически все аспекты контрактной системы. Я об этом законопроекте скажу, какие у него там основные инновации. Это первый такой срез работы, потому что сейчас законопроект готовится к внесению в Государственную Думу. В Государственной Думе есть свои предложения, там будет, очевидно, такая серьезная дискуссия. Очень важно знать позицию экспертного сообщества и практиков. Но второй срез – предположим даже, что этот законопроект в этом году, в начале следующего года принят и в течение двух лет, по нашей оценке, полностью вступил в силу. И вот перенесемся через два года и посмотрим, что еще нужно менять. А чтобы поменять что-то через два года, над этой темой надо начать работать прямо сейчас. Ну вот здесь показано совсем коротко, что на самом деле, чего мы отталкивались уже еще год назад. На этом я останавливаться не буду, но просто хочу обратить ваше внимание, что звучащая критика, частично обоснованная, частично необоснованная в адрес всей системы закупок, она такая инерционная. Высказывается очень много замечаний, которые, как нам казалось бы, в том числе вот этими сделанными большими структурными реформами за два года, они либо устранены, либо мы, наверное, что-то не понимаем, как это на практике работает, и с чем практики сталкиваются. Нам тогда нужна больше информации о тех или иных вопросах. Ну вот, там звучит критика, например, по этих инновациям. Вот трудно открывать спецсчета. Вот эта новая финансовая модель, которая, ну, например, я не буду по каждому пункту, а пункт останавливается. Новая финансовая модель, какая она там плохая, там усложняет всю работу. Раньше было, говорят, проще. Не знаю, как, кому нравилось, что электронные площадки забирали себе все это и даже делали все это, допустим, бесплатно, но при этом все это было непрозрачно и, на наш взгляд, сложнее, чем сейчас. Если есть какие-то проблемы в спецсчетах, их надо просто фиксировать, вот по нашей информации таких проблем не существует, потому что на любой запрос любого поставщика о том, что что-то, какие-то есть проблемы со спецсчетом, обращаемся в банк, выясняет, что нет, там просто чисто какие-то технические нюансы, а на самом деле все сделано нормально. Ну и так далее, по всем этим вопросам можно, наверное, и дальше. Не в этом, на самом деле, главное, но то, что вот мы отталкиваемся от достаточно надежного базы, я смею заверить, что ни в одной стране мира аналогов такого цифровизации закупок не существует. И многие коллеги наши из других стран, когда было более интенсивное общение, говорили, нам бы такую систему, когда для всего есть закупочный след, вся информация доступна в любых разрезах, все автоматизировано, и мы действительно полностью перешли на электронные закупки. И все это, на самом деле, работает, хотя вот у нас есть стратегия, впервые, кстати говоря, за последние годы, что мы собираемся делать в сфере закупок, и идет уже ее реализация, о чем я тоже хочу сказать. Что уже сделано, от чего мы там начинаем более так серьезно уже отталкиваться. Вот звучала критика постоянно, вот очень переусложненная система планирования, которая больше выполняла какие-то учетные функции, чем была реально нужна и поставщикам, и заказчикам. Да, вот упростили эту систему, как вы видите, количество документов там сильное сокращено, и процедуры ускорены. С другой стороны, теперь возникают претензии со стороны поставщиков. Раньше видели длинный горизонт закупки, заранее можно его планировать, а теперь там за один день, например, можно там из плана графика что-то выпустить, поставить закупку, и никто там не может разобраться и заранее подготовиться. Вот где здесь баланс находить интересов между заказчиком, который, естественно, заинтересован в том, чтобы иметь в своем распоряжении инструмент гибкого планирования своих закупок и поставщиков, которые, конечно, хотели вообще иметь трехлетний план закупок, и все, ничего не меняется. Раньше такой вот сегмент был скорее смещен в сторону поставщиков, действительно было жестко регулировано планов графиков, но при этом заказчики просто истерзали. Минфин обвиняю, говорю, слушай, закупить ничего невозможно, процедура там два месяца внесения изменений только в план график занимает, все это медленно, расходуются деньги медленно. В итоге закупщик потерял свой смысл. Если заказчик не может реализовать свои потребности, то зачем мы все это накручиваем и зачем все это делаем. В итоге вот мы пришли к сильному такому упрощению в систему планирования, она работает на самом деле только в полном объеме на этот год. Вопрос все-таки к экспертному сообществу, есть какие-то сильно негативные отношения со стороны поставщиков, почувствовали ли они негатив с точки зрения того, что они могут заранее, например, готовиться к процедурам. При этом по крупным закупкам, это сразу надо относиться к, например, постройкам, есть требования, чтобы они заранее были там введены. То есть в таких случаях сложных закупок, конечно, нужно это регулировать и давать больший разбег для подрядчиков. Но это так отдельная история специфических закупок. А в большинстве случаев, вот как нам кажется, такого негатива не последовало. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...